а разрешение нет у меня пена начала сорта выступать я думаю ну тут все не слава богу я не могу слышать все не слава богу я понимал что это притирка я уже повторяюсь но где-то было хорошо где-то не очень но у меня не вспыхнула большого чувства к этому человеку но уже все-таки возраст не 16 вот ну и я человек мне очень тяжело под кого-то приспосабливаться вообще во мне течет монголо татарского иго кровь вот поэтому я девочка такая капризная вот ну как объекта призна не было я понимаю что для того чтобы с кем-то ужиться создать семью то нужно ну нельзя тянуть и дело на себя ну так не бывает и забывай это ненадолго ну дураков же нет дураки есть но они мне не нужны поэтому если жить с человеком который ну относительно ну сказать не умный а ну не дурак то нужно нормальные здоровые отношения в семье ну в общем я приехала настроение конечно упала очень вот и значит я думаю ну все ну не так нет все джон в панике в панике прости прости я так замотался я не знаю это ночью прости да мне еще один шанс ну короче и и говорит типа дам еще один шанс это значит я должна сидеть опять в этих четырех стенах без продуктов без без трусов извините и значит ждать пока придет это разрешение а разрешение временно срок получения этого разрешения но было такой который меня не устраивал это это не было недели или две ночью и значит джон в панике говорит олечка олечка давай я тебе куплю билет едь к маме значит побудь у нее в общем и значит там высчитал при мне по моему заполнил это он на разрешение отослала все и общем говорит вот там через какой-то там срок там через месяц я не знаю я уже не помню значит придет это разрешение и ты тогда вернешься и все будет у нас сразу пойдешь на работу чем я тебе помогу устроиться сюда да ну ладно ну в общем конечно ну и у нас состоялся как это называется примирительный секс ну я я же не буду дуться ну муж ну ладно ну хорошо ну ну ладно в общем короче и так мы и решили что я пойду к маме и в сексе я предохранялась я никогда на таблетках не сидела но я предохранялась там другим способом причем в этот раз я сильно предохранялась в общем ну и поехала я к маме обратно но приезжаю я к маме как в том мультике кто смотрел жил-был пес она такая шо опять я говорю да нет нет ну в общем объяснила ей короче настроение конечно никакое и тут нарисовался сибиряк узнал что я приехала в общем и значит меня под мышки пошел к врачу забрал мой паспорт пошел к врачу гинекологу купил справку что я беременна потащил меня ну чуть ли не силком то есть короче привез меня в загс и значит подавать заявление оля я все понял чуть ли не в ногах там валялся я все понял я был такой дурак боже я не знаю чем я думал почему я ждал целый год и в общем я не могу там без тебя жить и все такое в общем короче давай распишемся ну и я тут приехала думаю чем я там в этой америке ловить сижу на голодном пайке но я немножко утрирую конечно ну в общем ну такое но опять таки я хочу сделать акцент на том что если бы меня сильно ущемляли в чем-то я была бы там глубоко несчастна и там ничего хорошего не было да я бы даже полгода не ждала мне не нужен я говорю что мне тяжело приспосабливаться а так было и хорошего было и плохого было и как-то вот если был плохой то как-то можно было это если захотеть объяснить можно было переждать перестроиться подождать пока другой человек перестроиться в общем ну было не так уж и и плохо но если есть где-то лучше то естественно человеческий ну чешская натура она идет там где лучше потому что в америке цепляться мне не за что было ну и тут значит до человека который да он сделал ошибку но мне было с ним опять-таки не все так было прекрасно я рассказывала но 90 процентов наших отношений была одна сказка ну если оценивать мои отношения с этими партнерами в процентном соотношении то с джоном они были 50 на 50 а с сибиряком 90 на 10 то есть мне не было очень с ним хорошо а самое главное у нас был очень совместимый секс то есть все взрослые люди мы все прекрасно понимаем что это тоже имеет огромное значение и он короче все сделал абсолютно все взял на себя там всякие рестораны платья все такое в общем все это ну так было это было настолько быстро но еще я я не помню как это тоже произошло в общем хочу карету ну короче нашел в эту карету в гидропарке кто с киева знает в общем она где-то там на какой-то конюшне валялась короче отремонтировал подкрасил добился какого-то разрешения потому что мы расписывались в центральном загсе кто в курсе это чуть ли не в центре в общем ну и получается там крещатик центральная улица потом идет какая-то другая достаточно длинная там дорога и выходит проспект победы наверное я не помню я в киеве забыла все улицы и значит центральный загс ну по крещатику мне никто не дал проехаться на на карете потому что лошади какают но как-то он добился разрешения от крещатика до центрального загса оля она в карете никогда такого не было я думаю что после нас это стало ну это вошло в как в тренд я не знаю как сказать ну все короче я думаю что если кто с киева скажите пожалуйста есть ли ну ну пользуется ли там карета ли как да у нас и голуби были на голуби по-моему это уже были уже были по моему голуби я не помню но карета это это моя моя идея причем не первая в общем ну и расписались мы и тут отыграли свадьбу все было хорошо я настроилась что я в америку возвращаться не буду ну мне там не за что было цепляться вот этот сразу после свадьбы я обнаружила что я беременная я у меня был у меня был такой шок я думаю что я я лимонку проглотила нет не цитрусовую гранату я думала у меня был у меня был сильнейший шок ну и на нервной почве у меня открывается сильнейшее кровотечение ну и сибиряк мне значит на руки в больницу на сохранение общем т т т и я я в тот момент как-то я очень плохо соображала сохранение и сохранение но еще имело значение большое что некоторые может быть девочки спросят зачем сохранять но пусть бы был бы выкидыш и значит можно было начать новую жизнь с другим человеком это отдельное отступление я я понимала что этот эта беременность это мой последний шанс я обязательно расскажу это я просто не хочу сейчас прервать эту эту хронологию я расскажу это тоже очень важно в общем ну короче на сохранение сохранили значит плод сохранили в общем но и я врачу объясняю что но мне нужно будет как-то возвращаться туда за рубеж а он мне говорит что сколько мне было уже тридцатник не был он говорит первая беременность тридцатник и там еще у меня проблемы свои он говорит ни в коем случае никакие самолеты никакие поезда никакие вообще передвижения вообще не на вас не на не на кобыле и не на вазу в общем короче не на ослах сидеть дома тихонечко и и по-моему он дал мне срок он говорит пока плод не не вырастет не укрепиться там по моему срок был пять с половиной месяца он говорит в самолет не залезть и нет ну и короче я по большому счету осталась в киеве до такого срока вот ну и ну естественно сказала джону что я значит беременна он очень обрадовался в общем ну и естественно в поддержку выслал какие-то деньги потому что в киеве я естественно не работала вот и ну на эти деньги мы жили у меня начался токсикоз причем до такой степени что я рвала чуть ли не кишами ну я рвала от воздуха мне тошнило абсолютно от всего я не могла не на свет смотреть не причем как такие какие продукты я на воду не могла смотреть в общем это было что-то страшное и я мне нужна нянечка я не знаю сиделка и вот это вот этот бедный северяк ну в общем ну такое дело короче высидел меня я не пережила я имени своего не помнила это было ужасно в общем ну и прошло время улетать я прилетела обратно в америку устроила сия на работу да я в это время уже ездила на работу он я не помню что случилось с митсубиши что-то с ней случилось я не помню с этой машиной и потом он купил мне другой митсубиши мне не нужна была машина чтобы ездить на работу а другой митсубиши не было и он не купил красный понтиак у меня где-то есть фотографии значит короче купил мне красный понтиак тоже спортивная машина но неплохо и и лучше короче пришлось пришло время рожать а я переносила этот эту беременность две недели это было уже 2 года каждый день щит не каждый день каждый час считаешь не знаю кто был беременны это просто ну чем я уже согласна была засунуть руку вытащить этого ребенка за это сам за ногу в общем короче ну и все это время я была очень хорошая девочка у меня не было там этих там всплески гормонов и все я достаточно сильный человек я понимаю что только у кого-то кровь сосать в общем я если там где-то какие-то были переживания там или еще что-то я все значит в себе это нехорошо я все прекрасно понимаю но мне не хотелось никаких конфликтов семье и я пыталась его беречь и ну и все такое вот так что один раз у меня был скажем срыв такой мы пошли за продуктами и меня начала трясти хочу томатный сок хочу томатный сок причем даже если бы не знаю немцы были в городе грозила бы расстрелом я ничего не слышала мне нужен был томатный сок я вцепилась я открыла прям банку там это самое в магазине их листала с этой банки джон говорит улеток нельзя нужно заплатить а я ничего не слышу вот это вот один раз я испытала это чувство и теперь мне ну понятно когда говорят что если беременная что-то если есть что-то нужно не это мне было второе чувство второе раз но первый раз это было очень давно если беременна что-то нужно ей лучше дать на то что я я могла убить если мне бы не дали этого томатного сока в общем это первый это один раз я сорвалась джон был в шоке вообще как как это можно поступить так нехорошо плевать в общем и и второй раз это значит пришло уже подходил срок и мне прямо хватило такое прям какой-то ужас значит я уже тогда не работала потому что с таким пузяком ходить на работу это невозможно не стоять не не ходить не даже даже за руль не сядешь и у меня депрессия ну не знание при этом это был всплеск каких-то гормонов мне стало вдруг страшно мама нет никого нет прижаться некому тут тут рожать это наверное больно причем не знаю более как-то более я всегда относилась ну я могла терпеть меня можно было палкой забить и я бы наверно не заметила вот спокойно относилась ну как спокойно я должен нормальный здоровый человек но ну как-то ну ну короче тут не не что-то стало очень страшно и и не по себе и но дома в четырех стенах никого нет поговорить даже не с кем в общем приходит джон с работы в общем я лежу вся такая в уныние домой хочу в общем и он говорит приходит говорит что случилось что тебя что-то не так вот я говорю я говорю домой хочу к маме в общем я не помню но я конечно не говорила что я передумала ну куда передумаешь уже уже поздно нужно рассосется ночью короче что-то такое сказала ну я где-то рассчитывала наверное что ну муж какой бы он там ни был ну прижмет но обнимет и скажет ну поддержит и скажет ну ничего страшного я же рядом все будет хорошо не бойся но я не знаю ну ну правильно проявит какую-то человеческую реакцию вместо этого он мне говорит совершенно спокойным тоном вот этот спокойный тон он он меня выбивал из колеи вот когда он говорил там про цветы что я не могу тебе подарить цветы потому что это это как сказать expression of love это проявление любви и какие-то вещи которые которые не говорят если их и говорят то их говорят в сердцах человек может быть выведен из себя злой расстроенные какие-то чувства его захлестнули я не знаю вот тогда это можно объяснить а когда говорят просто спокойным тоном не вклад не не проявляя никаких чувств это сбивает с толку и я поэтому столько времени я не могла а его и раскусить я не знаю как объяснить понять что это за человек поэтому потому что он как-то вот другой раз говорил что такое но это не было со зла но это у меня у меня не ушло очень много времени чтобы понять что он собой кто кто это и что это и мне помогло в этом разобраться ну скажем спиритуальная сфера я не знаю мы мы к этому придем это к этому нужно прийти вот но все короче и он не говорит ну хочешь к маме допустим хочешь домой пожалуйста роди оставишь ребенка и можешь ехать к маме он мне не сказал типа ну тебе не матери на белом катере я тебя здесь не держу нет он просто как бы сказала информацию что меня по большому счету никто не держит я легально не привязана я могу в любой момент сесть самолета уехать есть деньги я купила билет я уехала если меня нет денег он не поможет в этом но ребенок ну ребенка ж надо как-то выродить правильно в общем но хочу вам сказать для меня это был беременным а такое не говорят вообще любым соусом такого не говорят и если там у меня был какой-то гормональный сбой или там какая-то начиналась депрессия он меня и вылечил вот так и у меня все мне рукой сняло у меня уже все мне уже ничего никуда не хотелось я вообще мир грустней что меня привели в чувство моментально одним предложением и я все прекрасно понимала что другая другой менталитет другие люди другие страны но эту фразу я запомнила ну такое дело я конечно была в шоке но я не устроила не скандала ничего пришло время рожать да еще вот рожать можно можно здесь в америке можно рожать по-разному он же побеспокоился он заказал мне отдельную палату мы ходили на тур такой своего рода мне все показали мы все заранее заполнили в общем забронировали палат в общем все хорошо то есть то есть вот это вот эти эти скачки эти перепады я долгое время не понимала что это за человек я уже повторяюсь много раз я просто хочу сделать над на этом акцент чтобы вы понимали что я не терпела я не была глубоко несчастной надо мной издевались нет но были вещи которые ну но не накапливались просто в общем ну и значит пришли мы на туры просто так ну так это качестве такого бонуса пришли на тур в эту в эту больницу показали мне все рассказали д д д д ну и там был такой пунктик типа рожать вы будете с эпиду реальным наркозом или значит ну без и потому что там есть какой-то риск ну я про риск не знала английский у меня был тогда не очень я ничего не стала там спрашивать ну говорю наркоз не 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 для ребенка плохо значит я и крым и рым значит могу все все хорошо не 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 только натурально а к боли я отношусь я могу переносить боль я ему скажу я получаю удовольствие нет но я могу переносить я сильная ну и короче а меня врач раз 15 спросил может вы подумаете здесь же можно так ну да нет типа подумаю ничего думать не надо нет не надо мне не ваших наркоза ничего не надо